Привет, привет друзья, вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий и невероятная машина страха, которая собирается поведать нам историю о том, как Джимми Грир покинул родной город, пошел в политику и стал мэром Нью-Атены. Да-да, тот самый неудачник страховой агент Джимми Грир, его теперь не узнать. Как только ты становишься знаменит, богат, влиятельен, у тебя обязательно находятся друзья, которые захотят эту радость разделить с тобой. Сделка с Брабеком. Мы заставим город упасть в руки Джимми. Нужно, нужно сначала, правда, сыграть на низменных инстинктах, избирателей и привести партию нашу, страна к победе на городских выборах. Нью-Атена опасное место, правительство не станет заботиться о вас, нам нужна твердая рука, такая рука, как Джимми у Джимми Грира. И, конечно, кто-то должен навести порядок в городе, но кто же это? Конечно, Джимми Грир, со своим верным спутником Данте. Личность которого, я надеюсь, мы скоро узнаем. Кстати, хочу сказать, у меня так получилось, но я не хотел. Но я минут двадцать поиграл. Запись забыл включить, но ничего страшного. Я думаю, начал сначала. Какой сюрприз, Джимми. Твой стремительный взлет заинтересовал старого лиса Дэна Брабека. И он убедил тебя покинуть родной городок, чтобы стать кандидатом от его новой партии «Наша страна» на выборах в Нью-Атене. Да он просто замечательный. Он говорит, что на посту мэра крупнейшего города в округе я смогу достичь всего, чего захочу. Может быть, это и есть способ исполнить мое желание. Кстати, откуда ты знаешь Дэна Брабека? Не буду вдаваться в подробности, но, скажем так, Дэн тоже давний клинит нашей машины. О-о-о. Ну, Брабек предупреждал, что будет непросто. Мэр Эли Рос правит Нью-Атене уже много лет. И местные жители ее обожают. На этот счет, Джимми, я скажу так. От любви до ненависти один шаг. Воспользуйся этим, и ты сможешь уничтожить Эли Рос. Уничтожить? Ну, я... Понимаешь, неужели нельзя как-нибудь договориться? Договориться? Проклятие, Джимми. Ты управляешь машиной. Ты что, так ничему не научился? Нет, ну я не про... Ну, может, есть другой способ. Все, хватит. Если хочешь исполнить мою мечту, ты должен знать, что и как нужно делать. Машина и ее агенты готовы. Вот насчет тебя я не уверена. Готов я, Карлиан. Извини, не сердись, пожалуйста. Я больше так не буду. Страхи, ахи, к нам приходят. Ну, поскольку минут двадцать я тут без вас попугал, людишек. Но не совсем. Не совсем то, чтобы сильно. Я тут немножко знаю одну... Одну штучку, которая... На которую нужно обратить внимание. Вот в этом месте, вот в этом месте, в районе Моха, не распространяется наше влияние. Почему-то. Так что вот как раз вот эти четыре мы должны... Мы должны как-то обработать. Ну, как обработать? Как обычно. Как обычно. Первое послание. Нью-Атена. Опасное место. Подожди. Нет. Правительство не станет заботиться о вас. Правильно? Вот. Правительство не станет заботиться о вас. А эти страхи присутствуют здесь. На набережной. Люди уже как-то немножко задумываются об этом. О правительстве, которое не будет заботиться о них. Нью-Атена. Опасное место. Это вот... Здесь. Люди об этом так думают. В этом региончике почему-то. Нам нужна твердая рука. Да. Вот она где будет. Ну и... Собственно, кто-то должен навести порядок в городе. И это только здесь, в болоте. Поместите зерно на карту. Так вот. Есть выбор здесь, 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 здесь. Я вот так думал, думал. И думаю, что вот здесь может быть нормальный вариант. Потому что, ну, здесь два города. Меня сразу два города притягивает к себе. Поэтому я сюда выбор это зерно воткну. И буду ждать всходы. Так сразу на паузу. Потому что время бежит неумолимо вперед. Говорят, что Нью-Атена стоит на месте древнего поселения аборигенов. Но об этом здесь напоминает лишь два места. Парк развлечений и тематическое бургерное. Господин, у меня такое впечатление, что наша машина работает здесь не первый раз. Такое впечатление. Тревожно стало что-то здесь тревожным. Ну, сразу исследовать, да? Сразу исследовать. И для развития нужны сердца. Поэтому нужно про них не забывать. Да. Людишки здесь не боятся ни шприцов. Ни политики. Или как это? Страх заговоров, да? Лечебные воды. Целебная сила нашего самого драгоценного ресурса. Да. Они верят в лечебные воды. Надо это разрушить. Этот миф. Грязь и скверна. Пламя разрушения. Можно здесь или то, или то на этом сыграть. Здесь у нас танец паука. Танец паука. Танец паука. Танец паука на берегу. Как веселяться. Здесь у нас легенда. То есть миф, наверное, которая должна быть стать легендой. Смертельные видеоигры. И кто-то должен навести порядок в городе. Здесь ничего у нас нет. А здесь у нас веселые хиппи. Добрые автостопщики. Конечно, добрые. Шоссе в преисподнюю. Тантра. Секс-священин. Унетение по Фрейду. Первородный грех. Вот. Так, с чем мы имеем дело. Ну что ж, все как обычно, да. Если здесь, то это, наверное, вот это. Страх заговоров должен здесь развиваться и полыхать. Секретные объекты. Секретные объекты. Началось. В самом обычном замаскированном военном бункере. Ну а мы продолжаем исследовать. Скорость включаем и вперед ждем последствий. Новое событие. Новая ультраправая партия «Наша страна» бросает вызов мэру Эли Рос и ее партии граждане Нью-Атенны, которая правит городом уже 30 лет. Десятки отрядов. Нужна новая кровь, понимаете? Десятки отрядов городского ополчения заявляют о поддержке кандидата Джимми Грира, баллотирующего под лозунгом «Наша страна, наши правила». Никаких последствий, никак нельзя повлиять. Джимми Грир вступает в предвыборную гонку. ЧИСТОЕ ВЕСЕЛЬЕ Двое устремляются в ближайшие кусты, еле сдерживая рвоту. Эти новые горки – какой-то кошмар, говорит один с бледными от страха лицом и широко раскрытыми глазами. «Давай прокатимся еще разок», – отвечает второй, едва держась на дрожащих ногах. «Хммм, а что это выпало у него из кармана?» «Карта, карта удачи, карта удачи, рассказчик, легенда плюс 20, тело...» «А, легенда тела плюс 20, хорошо, только где нам это пригодится все?» «Угу, поставить». «Что мы будем поставлять с самого начала?» «Ну, я думаю, чтобы развить эту легенду, нам в скором времени понадобится эта политика, так давай политику сначала и начнем добывать. Ну, правда, сердца, 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 нам нужны сердца. Тело, стопроцентное мясо. Кстати, те самые, темы, наверное, меняются, потому что вот когда я попробовал, и этого не было. Вот это было, но это потому что... Великан из интернета. Ладно, 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 ладно. Так, ладно, что? Ждем. Итак, секретные объекты. Атом, мусор, влага, вечность, амулет, пустыня, оружие, слюна, вены, биологический. Кажется, здесь что-то тоже. Здесь, по-моему, было вот биологический. Песок, жара, глухомания. Армия не случайно выбрала именно это место. Да, тревога растет, тревога, биологическое оружие рядом. Так, ну а мы приступаем к исследованию. Мы приступаем к исследованию. Но тут-таки ключик подоспел. Ух, как быстро все распространяется. Вот, вот, вот. В районе Моха закрыты все темы. Тревожность не может сюда проникнуть. Нельзя. Ну, не надо. Отец, отчитывая двухлетнего сына, сосущего палец, у тебя руки грязные. Тянешь в рот всякую гадость. На столе стоит детский обед, гамбургер, картошка, фри, газировка и капкейк с фигуркой персонажа популярного бультфильма. Так, поставить нам нужны сердца сейчас. Потому что я хочу узнать историю, полную историю нашего агента. Джен, добро пожаловать. Мы тебя заждались. Джен, давай-ка сразу приступай исследовать город. Грядут самые жаркие выборы десятилетия. Полиция приведена в повышенную готовность на случай возможных беспорядков. Звери в клетке. Коррекционная школа меня не исправила. Когда мне исполнилось 18, меня посадили в тюрьму. Поздно. Поздно тебя посадили в тюрьму. Я попытался задушить во сне одну из монашек, опекавших трудных подростков. Ненавижу, когда кто-то указывает мне, что делать. Господи. Так, Джейн исследует. Мы здесь закончили. Нам что нужно? Ну, поскольку движение сюда пошло, нам нужно этот город, наверное, все-таки исследовать. Подожди, здесь что у нас? А, ничего. Просто, 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 просто запугать этот народец. Все, да? Хорошо. Мы это сделаем. Мы это сделаем. Что происходит? Ага. Судя по карте, здесь должен быть курортный район с бунгало. Ну, я вижу только воду. Какая-то ошибка, что ли? Неважно, мы пришли сюда сеять страх. Если здесь нет людей, значит, будем пугать местных самов. Верно, господин? Так, ну, это мы оставим. А здесь мы начнем исследовать. И исследовать мы, ну, наверное, то, что нам нужно здесь. Грязь и скверно, да? Давай, грязь и скверно. Значит, поставим глазик. Ну, когда исследуем. Когда исследование закончится, поставим глазик. В болоте. Висельный ряд. Макроноги. Самый бедный и неблагоприятный район Нью-Атены. Своё он получил название из-за близости южных болот. Уже через десять минут прогулки по нему мои ботинки покрылись толстым слоем грязи. Я устал. Похож... Я стал похож на жителей этого всеми забытого уголка. Так, ставить ничего не будем, но исследовать будем. На будущее. Хотя здесь... Здесь, подожди. Надо здесь сразу поставить карту какого-нибудь страха. Но такую карту, которая нам не пригодится здесь. Здесь нам нужен насилие. А это будет великан из интернета, наверное, да? А здесь нам нужна легенда. Смертельные видеоигры. А вот дождь из лягушек может как раз сюда и подойти. Вот сюда. Новая дамба. Старые раны. Рядом с дамбой стоит памятный камень с надписью от мэра Эли Рос и жителей Нью-Атены в памяти трагедии в Глубоководье. Старушка кладет к нему розу и спрашивает меня. У тебя тут кто-то погиб или ты из этих... Репортеров, которые приехали на годовщину. А, ну, здесь я еще это видел, поэтому я представился родственникам жертвы. С того наводнения прошло уже много лет, а виновный до сих пор не наказанный, причитает старушка. Дэн Брэбэк, убийца, которому место в тюрьме. Но все боятся выйти против этого негодяя и его миллионов. Дэн Брэбэк, наш друг. Партнер. Поставить. Так, ну пока добываем, пока добываем. Ты, конечно, так себе добытчик, но ничего страшного. Пока все заняты, конкурентов нет. Новые события район Моха. Район Моха, район Моха. Итак, после того, как наша страна заявила о себе на улицах Нью-Атены, участились нападения на баргеналов и представители меньшинств. Пресс обвиняет в них местное ополчение, связанное с вашей партией. Вас просят сделать срочное заявление по этому вопросу, что вы сообщите прессе. Ну, подождите немножко. Я пока занят. Заброшенное виноделье. У входа на заброшенную винодельню собрались десятки людей в лохмотьях. Мы хотим вместе послушать проповедь Сантоса по спутниковому телевидению, сказали они мне. Добро пожаловать в церковь Сантоса, братья. Воскликнул кающийся, открывая дверь. Вы можете поговорить с кающимся? Я поговорю с кающимся. Вот он, кающийся. Вот он. Как говорит Сантос на своем телешоу, прощение можно обрести лишь через страдать. Погиб обочистить город от греха. Дай там кровь, в которой мы нуждаемся, и ты будешь вознагражден. Не, ну такой себе городишко. Мэр, что ты не наводишь порядок? Ты смотри, что у тебя здесь творится. Секты какие-то. Можно добыть сердца и получить кое-что. Ну что мы, кое-что. Ну подожди, чтобы нам развиваться, нам нужна здесь вот эта политика. Политика. Давай политика сначала. Давай сначала политика. Глазик раз. Здесь глазиков надо много прям. Блин, ты такой исследователь. Подожди. Добывай. Атом, мусор, влага, вечность, завет, пустыня, амулет, слюна, оружие, вкус. Ну оружие, наверное. Ядерное оружие, обогащенное бактериями и мутантами. И все это в трех часах езды от вашего дома. Представляете, люди? Не знаю. Давай дождь из лягушек попробуем. Хотя, давай попробуем. Предательство, знак, медицина, предки, вальс, текст, стекло, энергия, вода, сюрприз. Вода, наверное. Чудо или природный феномен? Тысячи лягушек застали врасплох местные власти. Ну чуть-чуть, конечно, не дотягивается это чудо, и глазиков я не досчитаюсь. Но ничего страшного. Давай-ка внедряться. Потому что надо что-то людям говорить. Конечно, это лучше делает Джейн, но не на единичку всего лишь лучше. Так, что у нас? Ага. Итак, после того, как наша страна заявила о себе на улицах Нью-Атене, участились нападения на маргиналов и представителей меньшинств. Пресса обвиняет в них местные ополчения, связанные с вашей партией. Вас просят сделать срочные заявления. В общем, я здесь, я одобряю эти нападения. Одобряю. Это мое ополчение. Оно все правильно делает. Наши фундаментальные ценности в опасности. Я вижу только патриотов, действующих в рамках самообороны. Провозглашает Джимми Грир. Он уже становится настоящим политиком. Вот. Вот, 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 вот. Ну вот примерно где-то здесь, после внедрения, я и закончил внедриться. Внедриться. Внедриться, внедриться, внедриться. А ты, подожди, ты, наверное, что сейчас будешь делать? Все-таки добывай глаза. Ты добываешь их. И знаешь что? Добудь их. У нас четыре есть? Да. Хватит. Хватит одних. Началось, началось. В рамках своей избирательной кампании, Элирос собирается провести мероприятие, посвященное образованию и культуре. Но сейчас, Элирос, у тебя очень сложный конкурент. Я боюсь, тебе будет непросто с ним возиться. Граждане Нью-Атены. Лидер Элирос, мэр Нью-Атены, 50 лет. Партия гражданин остается у власти последние 30 лет. Самым популярным местным политиком является нынешний мэр Элирос, единственная дочь предыдущего мэра. Остаться на должности и продолжить дело отца. Да, да. Ну, предвыборный штаб. Начнем, наверное, все-таки копаться. Копаться, копаться, рыться. Глазики пришли. Давай-ка сразу же выберем грязь и скверна. ЛСД в воде. Боже мой. Так, здесь нам нужны, опять же, глаза. Правильно, глаза. А у нас их нет. Поэтому мы, наверное, продолжим добывать. Эту эссенцию. Привет, Джимми. Давно хотела познакомиться поближе. Хоть мы и конкуренты на этих выборах, я уверена, что мы поладим и будем играть честно. Понимаешь, мы с отцом очень много работали, чтобы сделать этот город таким, какой он сейчас. Открытым, гостеприимным и современным. И я сделаю все возможное, чтобы он-то таким и остался. Мне кажется, Джимми, ты добрый человек. И мне это нравится. Поэтому хочу предупредить тебя насчет Дэна Брабика. Будь осторожен с ним. Все, чего он касается, превращается в мерзость и грязь. Вступиться за Брабика, атаковать Брабика не может быть. Я верю ему. Ну, Эль, мне кажется, в глубине души Барбик не такой уж плохой. Люди Брабика до сих пор считают себя хозяинами города. Но времена изменились. Ты понимаешь, что если бы не связи, этот преступник давно бы сидел в тюрьме. А теперь еще вся эта история с новой партией твоей кандидатуры и этим жутким ополчением. Ты же не такой, как они, Джимми. Джимми, очнись. Не поддавайся на его уловки. Иначе все кончится для тебя очень плохо. Свечка. Так, и открыть. Ну, район, в принципе, уже под нашим почти, ну, надо 100%. 100% пока это еще нет. Еще это не достигнуто. Так, а мы продолжаем. Мы продолжаем. Эй, смотри. Она-то говорит, говорит, заговаривает меня. Не, ну, я, конечно, тоже по-хорошему-то, ну, это я не верю. А Джимми верит Брэбеку. Она с нами говорит, говорит, а дело свое делает. Свою компанию проводит. Мы должны как-то сопротивляться. Олиум добывать. Так, не ошибаться. Камень, текст, вальс, предки. Вот, не знаю. Ну, что? Знак? Что тут может быть? Знак? Нет, без бонуса. Ничего нового. В древних летописях упоминается дожди червей, летучих мышей. Блин. Плоховато, плоховато, плоховато. На болоте. И до ключа далеко. И до ключа далеко. Здесь как бы надо... Даже не знаю. Давай-ка, знаешь что? Сердце добудь. Предвыборный штаб или роз похож на уютную гостиную. Собравшиеся в нем консультанты общаются как старые добрые друзья. Здесь царит атмосфера доверия, тепла и доброты. Личный секретарь мэра беседует по телефону в своем кабинете, а возле кофемашины группа волонтеров оживленно что-то обсуждает. Наблюдать за секретарем. Я сосредоточиваюсь на телефоном разговоре, стараясь не упустить ни одной подробности о делах мэра. Но за два часа мне удается узнать только то, что Эли Рост одолжала городу мизерный штраф за парковку. Как скучно она живет. Думаю я, выходя на улицу. Ну, смотри. Задолжала за парковку. Не заплатила. Угу. Мэр еще называется. Продолжить. Предвыборный... Так. Ну что? Подожди. Нам нужно свечки где-то добыть. Раздобыть. Ну ты пока, наверное... Копай. Копай, 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 рой. Партия Нашла Страна готовится провести перед новым полицейским участком бренд-конференцию, посвященную проблемам преступности и общественной безопасности. Итоги мероприятия подведет кандидат Джимми Грир. Ну подождите, 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 подождите. Так, сердца я на всякий случай и взял. Политики у нас здесь нужно сколько еще надо? Ну, хотя, может быть, вот здесь можно. ЛСД в воде. Кожа, бензин, интрига, призрак, ДНК, контроль, безумие. Безумие, может быть. Может быть, контроль. Да. Все стало разноцветным, а потом я отрубился. Старушка утверждает, что во всем виновата вода из-под крана, но врачи не исключили подобных эффектов от ее лекарств. Ну, растет, но маловато, маловато. О, скрытность. Давай скрытность. Я думаю, что Олима у меня будет в порядке. Почему-то я так думаю. Новый уровень. Новая жизнь. Отец использовал все свое влияние, чтобы меня выпустили досрочно. И тогда я начал работать с человеком, который впоследствии стал моим партнером в новой жизни. Важный инвестор и друг семьи. Он быстро заметил мои достоинства и помог их раскрыть. Дай бог ему здоровья. Вот это вот не бребек, нет? Ценное партнерство. Ну, давай вот это вот выберу уже. Ну, здесь всего лишь 82. Давай-ка, наверное, начинать исследовать город. Атмосфера в предвыборном штабе или Рос осталась прежней, даже в разгар избирательной кампании. Она похожа на дружеское чаепитие. Так, 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 наблюдать за волонтерами. Я прячусь за кафе-машиной и настораживаю уши. Я помогаю Росам уже 30 лет. Раньше работала с отцом, теперь вот с дочкой. Замечает пожилая чернокожая женщина. Да, сейчас тоже не все идеально, но раньше. Я молю бога, чтобы те кошмарные дни навсегда остались в прошлом. Ну, раньше. Что-то было раньше. Давай, фитнес-клуб. Началось, 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 началось. Я захожу в Элит-Плазу, самый эксклюзивный торговый центр Бель-Висты. По одну сторону прилавков стоят хорошо одеты белые люди, по другую куда больше разных оттенков кожи и куда меньше денег в кошельках. Надо ли говорить, господин, где тут покупатели, где продавцы? Так, свечек нет. Надо свечной заводик исследовать. Я вхожу в муниципальный фитнес-клуб Нью-Атен, и у дверей ждут двое телохранительные Элли Рос, значит, мэр здесь. Чтобы не выделяться, я надеваю спортивный костюм и повязку на голову, как на старых видеокассетах с аэробикой. Иногда, господин, я ненавижу эту работу всеми фибрами души. Войти и поискать мэра, наблюдать за телохранителями. Элли Рос получает большую угрозу, чем любой другой политик региона, говорит один из диклых родителей своей Будапардику. Один ее бывший муж чего стоит? Еще жертвы той аварии на дамбе. Все знают, что в ней виноват Дэн Брэпек. Но этот тип слишком хорошо умеет обманывать людей. Пожалуй, господин, мне стоит пообщаться с этим обманутыми жертвами. Ага. Пообщаться. О-о-о, блин. Девяносто один. Сорок четыре. Надо как бы места поменять немножко. Давай, знаешь что? Давай ты сюда пойдешь внедряться, а мы сейчас дождемся. Более. Меры безопасности, принятые в эксклюзивном клубе Бельвиста, делают его похожим на укрепленный средневековый запах. В его саду многолюдно. Скоро начнется деловая конференция братьев Улеймов-Скоттов. Среди гостей я замечаю Дэна Брабик. Это ведь основатель вашей партии, господин. Наблюдать за конференцией. Наблюдать за Дэном Брабиком. Наблюдать за Дэном Брабиком. Ваш друг беседует с группой людей о других костюмах. Этот безмозглый торчок поможет нам завоевать рабочие кварталы. Когда он станет мэром, нам откроется дорога в Белый дом. За дрожащие руки Джимми Грира он поднимает бокалы. Безмозглый торчок. Вот как они меня называют. Так, мне нужно поставить и добыть корешков. Так, 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 так. Орион получает статус доверия. Страх заговоров. Ага. Давай вот эти вот сердца. Ты сейчас пойдешь добудешь. А ну. Свечки нужны, блин. Что я поставил? Что я поставил? Зачем я поставил эти корешки? Мне нужны были свечки. Где можно что-то, что-то добыть? Поставить. Свечки. Вот чувствовал. Что-то не то я делаю. Что-то не то. Так, рассказать про штрафы. Угу. Хорошо. Так, а ну-ка, давайте перейди сюда. Начать операцию. Пять сердец всего лишь. Блин, нам надо шесть. Да, добытчик себя еще тот. Ну, ничего себе. Джимми, я тут послушала, что твоя партия говорит избирателям. Так нельзя. Как вы вообще можете высказывать такие идеи? Они же наносят непоправимый ущерб. В истории этого города было много жестокостей и насилия. Нам понадобятся годы, чтобы залечить эти раны, а ты снова бредишь их ради лишних десятков голосов. Нью Атена похожа на пороховую бочку. А твое безрасвудство может стать той самой искрой. Ты хоть понимаешь, что делаешь? Отказать. Если честно, не совсем. Я до сих пор не очень понимаю, что делаю, кстати. Что ты имела в виду под бараховой бочкой? О, Господи. Значит, те, кто говорил, что Барбик использует тебя, все-таки правы. Ты его марионетка. Что будет с гором, если ты станешь мэром? Да у меня от одной мысли, от этого волоса дыбом я этого не допущу. Вы встревожили. Вот черт, встревожили. Так, давай-ка сюда вот поставим вот это. Великан из интернета. А то как-то что-то я подзадержался с этим делом. Здесь вот это вот захват идет. Мы настоящая ассоциация жертв трагедии, и мы точно знаем, что в ней виновна Эли Рос. Так сказал Дэн Бербак. Да. Который оплачивает все наши счета, сообщает мне пожилой президент. Я предлагаю сфабриковать улики, указывающие на виновность мэра в прорыве дамбы, но он относится к этой идее с подозрением запугать его. Я хватаю старика за воротник и кричу, ты еще не знаешь, кто за мной стоит. Веди себя хорошо, или мы тебя не обидим. Давай вместе накажем Эли Рос, договорились? Старик дрожит в моих труках. Конечно, конечно, я все сделаю, все сделаю. Все сделаю из-за 500 Олиума. Так, подожди. 500 Олиума, нам нужно исследовать этот город быстро. Чтобы убрать эту штуку. Племянница, племянница. Благодаря тебе я стал успешным светским репортером. Дядя Джим, я готова оказать ответную услугу. За скромную плату я могу попросить популярного блогера или знаменитого спортсмена поддержать твою компанию. Что скажешь? Регион. Ну, блин, это не тот регион, который мне нужен. С телом связано. Может, давай тело. Да, мы сюда как раз запустим его. Отлично, племянница. Отлично. Отлично. Так, выбрать. Подожди, подожди, подожди. Выбрать. Мне надо что-то. Что еще можно сделать? Еще. О, это, может быть, плохо с нас закончится, наверное. Вы знаете, что на самом месте сидел Жек Херуак? Спросил меня официант в кафе Вулкан. Он заглянул к нам на пять минут, чтобы сходить в туалет. Так вот, один из туалетов, упомянутых в его романе, в дороге находится именно в вашем баре. Да, господин. Самый богемный район Нью-Атены славится богатыми литературными традициями. Ну, это использовать против одного сердца нельзя. А ну-ка, добудь свечки. Свечки еще добудь. По-моему, они мне сейчас понадобятся. Нет. Я узнаю, что у Элли Рос не так много имущества. Дом, участок, земли, машина. Все чисто и законно. Но мы знаем, что некоторым избирателям не нравится, когда политики, многоговорящие о социальной справедливости, имеют собственность. Господин, мне кажется, что эта информация может нам пригодиться. Конечно, машина это уже роскошь. Блин. 81. 81. 2. Ух. Я тут боюсь, что это может плохо для меня закончиться. Так, ладно, добывай. Что-то нет. Давай-ка я, наверное, уберу. За 500 прям. А может, посмотреть, что будет? Ага. Конкройн-конкулятор снижает добычу эссенции на один. Но ты еще можешь передать послание в других регионах. Помни, что еще не переданное послание можно перемещать между регионами. Для этого достаточно перенести значок послания в другой регион. Так, ладно. Подожди, все, собрали, 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 собрали. Сейчас мы все сделаем. Все сделаем. Давай, фитнес-клуб. Начать операцию. Или нет? Так, политика. Давай-ка вот это вот исследовать. Исследовать этот город. Анонсирован городской фестиваль, который станет главным событием избирательной кампании Элирос. Хорошо, хорошо, хорошо. Он станет. Только подождите, 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 подождите меня. Да не сюда я хочу. Предки, предательство, сюрприз, текст, стекло, вальс. Не знаю. Сюрприз. Да. Вот это сюрприз. Ученые считают, что этому есть объяснение, но не знают, какое. Я своими глазами видел, как они падали. Так, хорошо. Вот. Вот. Сейчас мы можем... Что сделать? Пока ничего. Давай, нам нужно что-то посерьезней. Знания дают свободу. Написано золотыми буквами на стене станции метро, рядом с кампусом. Прямо под надписью девушка раздает листовки с рекламой кредитов на образование. Акция в честь начала учебного года. Только один день. Получите кредит сегодня и погасите через 25 лет. Скандал. Скандал. Скандал в глубоководье. После отметы мероприятия Лирос, беднейшие районы Нью-Атены утратили надежду на благополучие. Так, хорошо. Подожди. Давай сосредоточимся теперь немножко на чем-нибудь другом. Блин. Добыть... Добыть мне нужно эти... Сердца. Втиснувшись в нелепый спортивный костюм. Да-да-да. Давай поищем. Так, не оплачены... Четыре телевизора. Четыре телевизора. Телевизоры нигде у нас не добываются, не исследуются. Поставить. Давай-ка исследовать. Под внешним лоском финансовой индустрии скрывается кровь, предательство, насилие и беззаконие. Я был в этом мире как рыба в воде. Каждое совершенное мной убийство увеличивало нашу прибыль. Я чувствовал себя живым и могущественным. Ничего личного. Просто бизнес. Вот такой был он человек. Дискуссия между Джимми Гиром и советником партии Граждане Ю Атены. По социальной политике гости передачи расскажут об отношении своих партий к проблеме миграции. Хорошо, мы расскажем. Подожди, 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 подожди. Нам нужно развивать... Почему здесь Олеум до сих пор не стоит? Все-таки надо заняться вот этим делом. Здесь нужны... Вот так. Поставить пока здесь ничего не надо ставить. Здесь исследовать, значит, бегом сюда и начинаем исследовать. Начинаем исследовать. Ключик пришел. Хорошо. Давай вот так. Глаза нужны. Студенческая ассоциация выбирает новое название для главы главной площади кампуса. Итак. Платона мы забраковали из жены ненавищества. Аристотеля за рабовладелье, а Маркса за классовые предрассудки. Есть какие-то другие предложения? Джимми Грира. Давай молча послушаем. Собрание тянется несколько часов, но каждое предложение ими находится в возражении. Может назвать ее площадью глаз народа? В отчаянии предлагает кто-то. Все улыбаются, вроде бы консессуус достигнут. А глухонемых, вы подумали? Возражает один из студентов. Свечку мы поставили. Здесь эти чувства. Но нам чувства, знаешь, эти чувства тоже хорошо. Эти чувства хорошо, но не очень. Так, давай добычу телевизоров. Обернувшись ко мне, незнакомец произнес, хочешь покорить моха и порвать в клочья образ или роз, когда откроется новая центральная библиотека по листам преступлений и наказания. Дальнейшие инструкции там. Сказал, это он исчез без звезда. Интересно. Интересно, интересно. Новое событие. Да что ж такое. Крупнейшая библиотека округа, наконец, готова к открытию. Разумеется, это событие замет важное место предвыборной кампании или роз. Мэр собирается в полном мере воспользоваться им господин. А ну-ка давай, внедриться. Вот про эту библиотеку и говорили они. Четыре телевизора. Использовать. Использовать. Но не стоит останавливаться абсолютно. Давай копать. Здесь одно сердце. Полистать. Преступление и наказание. Вы нашли записку с советом обыскать редакцию журнала Атена. Там вы найдете голую правду о Болерос. Редакцию журнала Атена? А где эта редакция? Так, а ну-ка давай теперь сюда. Внедриться, быстренько. Джимми, я узнала, что с тобой связался мой бывший муж. Я точно могу сказать, что он не замышляет ничего хорошего. Когда я вышла за него, была молодой и глупой. Это брак был самой большой ошибкой моей жизни. Это трудо-то едва меня не убило. Когда я подал на развод, поклялся отомстить. Ты знаешь, что мне до сих пор приходится ходить с телохранителями? Поэтому искренне прошу тебя, прояви хоть капельку сочувствия и достоинства, чтобы он тебе не предлагал. Скажи ему нет. Шантажировать или сделать невинный вид. Видите ли, дело в том, что я не знаю, о чем вы говорите. Не знаю, Джимми, можно ли тебе верить? Мои источники говорят об обратном. Тебе, наверное, уже известно, через какой ад я прошла из-за этой скотины. Прошу тебя, не вороши прошлое. Не причиняй боль мне и моим родным. Хоть мы конкуренты, Джимми, я не сомневаюсь, что ты поведешь себя достойно. Я по глазам вижу, что ты добрый человек. Доступна новая операция, наводка информатора журнала... А это интересно! Журнал. Вот где журнал открылся-то. Заглянуть в шкафчики. Я заглядываю в шкафчик Эльфреда Фоллера. В нем лежат старые фотографии, на которых маленький Альфред держался за руку Мэры Росса, отца Элли. Милому Фредди от любящего папочки. Дописано на обороте одно из снимков. Нет никаких сомнений, Альфред незаконнорожненный брат Элли Роуз. Внебрачный ребенок! Вот это люди будут шокированы просто. Аду-ка, начать операцию. Начать операцию? Я забыл про все-про все. Чего себе тут бомба какая-то. Надо убирать ее. Три звезды. Ну, здесь надо мне и вот это сразу. Надо политика. Политика у нас... Блин! Политика у нас закрыта, представляешь? Вот это да. А ну-ка, следовать. Пороться в папках. Я выполняю инструкции и записки информатора. Недавно я отправил журнал АТ на конверт с весьма интересными подробностями о жизни Элли Роуз, но их не захотят публиковать. Найдите этот конверт. Отлично. Через пару часов я нахожу конверт с интимными фотографиями мэра. На них ей не больше 18 и 19. И их явно сделал кто-то, кому она полностью доверяла. Ага. А еще мне попалась карта удачи, собственно. Открыть дверь в районе Моха. Способный открыть дверь. Если бы мэр был мужчиной, эти фото значили бы гораздо меньше, но нам повезло. Она женщина. Да, вот это козырь. Картограф. Доступ к теме. Козырь. Так, ладно. Не туда я поставил ее, конечно. Блин, ну как-то не очень хорошая эта вещь. Ну а что делать? Взлетевший голубь вспугнул бродячую собаку. Тобросил их с прохожим, который закричал от ужаса на пуколе младенца, а его плач разбудил полицейского, мирно дремавшего на газоне. Вскочил на ноги, с рожпорядка выхватил пистолет и закричал всем лежать. И все, и все это, господин, случилось за считанной секундой. Ну вот так. Хорошо, блин, как мне вот это убрать? Восемь. Ну ладно. Глазики где? Давай-ка развивать тему. Потому что про тему я совсем чего-то упустил. Еще. Откровенные снимки. От мэра отворачивается. Мы вынуждены отложить мероприятие, но я обещаю, что мы проведем его позже, заявляет Элирос. Да-да, чуть позже. Чуть позже. Чуть позже. Мне надо здесь политику быстро добыть. Великан из интернета. Иностранец жидкость лаборатория беспроводной. Беспроводной. Интернет беспроводной. Да? Наверное. Целый класс заявил о великане из интернета, который гулял под окнами. Занятия в школе отменены. Ужас. Блин, ужас то, что я... Не успеваю ничего сделать. Может, что-то и успею. Может, что-то и успею. Вот это вот надо все опять начинать. Подожди. Мы-то здесь можем отменять, но нам для этого нужна политика. Нужны корни. Корни где? Корни там. Но чтобы их насобирать, это очень-очень-очень времени. У меня просто его, боюсь, нет. Просто боюсь нет. Так, ты подожди. Отстань пока. Пока. Мне надо сейчас с мэром разобраться. Хотя бы немножко. Так, подожди, подожди. Добывай сердца. Блин, ты, конечно, не на своем месте. И то хочется добыть, и то хочется посмотреть. Ты добываешь или нет? Это хорошо, что ты не добываешь. Быстренько обменяемся. 5,8. Сейчас подожди. Подожди, подожди, Элирос. Подожди. Я тут немножко за... Немножко застрял. Ради дополнительного финансирования, биологический факультет превратил хранилище старых образцов в музей. В этой витрине, посвященной головному мозгу, вы видите одну из наших жемчужин. Все ведь знают, кто такая Мария Кюри, спрашивает экскурсовод, стоящий рядом с ним. Смотрительница упорно не хочет отрывать взгляд от экрана своего телефона. Наблюдать за смотрителем. Я осторожно заглядываю в телефон. Смотрительница, цена на два предмета из вашего списка снизилась. Вижу я на экране. Смотрительница сообщит науко-экскурсоводу. Срочно. Что привлечет больше посетителей? Ключница Александра Флеминга? Или зуб мудрости Стивена Хокинга? Зуб мудрости Стивена Хокинга? Так, подождите. Мне нужно сейчас вот что-то одно. Что-то одно. Мы уже узнали о ней все. Бедолажки. Вроде бы как бы она хорошая, да? Ну что там? Ну снималась. Ну что там будешь? Молодая была. Последний искраб. В конце концов, как это обычно бывает, мы допустили ошибку. И она привела меня прямиком на электрический стул. Закрой глаза и думай о своем последнем желании. Крикнул мне палец перед... Палац. Палач. Перед тем, как дернуть рубильник. Но нет, сэр. Я ненавижу, когда мне указывают, что делать. Электрический стул. Слабость. У ног сильнейшего. Плюс 40. Плюс 30. Плюс 30. Ничего себе. Вот эта карта. Вот эта карта. Так, мы должны район наш захватить. Нам для этого телевизоры нужны. Где они? Здесь. Быстрее. Все. Ты собирай, добывай. Ты узнавай, и мы с ней закончим. Политика немножко. Политику... Она заблокирована. Вот прям поставлю ее еще здесь. Банановые пауки. Жил, да был веселый ядовитый тропический паук. Как вам такое? Так, хорошо. Сюда полезло. Это замечательно. Ты мне что хочешь сказать? Ты мне хочешь сказать? Выбрать телевизоры за 600. Телевизоры пришли, а это... Политика у нас есть. Мне кажется, с мэром, конкурентом все. Лицемерие Элирос, как бороться с нищетой, живя в роскоши. Мы просто ее добили. Мы вынуждены отложить мероприятие, но я обещаю, что мы проведем его позже, заявляет Элирос. Ты добился своего Джимми. Меня исключили из партии, которую 30 лет назад основал мой отец. Самый разгар избирательной кампании. У меня больше нет шансов. Всего за пару недель ты смог разрушить все, что мы долго и терпеливо строили в этом городе. Ты открыл ящик Пандоры, который уничтожит сперва Нью-Атену, а потом и всю страну. Думаешь, Дэн Бэрбек на это остановится? И как, по-твоему, чем он отблагодарит тебя за то, что ты для него сделал? Посмотри в зеркало, ты ведь не один из них, и они никогда не признают тебя своим. Да хранит тебя Бог. Куда бы ты ни направился, Джейми Грир. Конкурент побежден. Ну, не расстраивайся сильно. Вот и все, все, все спало, все затихло. Ничего нет. Ничего нет, ничего как будто и не было. Можем спокойно теперь работать, спокойно страхи распространять. Где глаза наши? Где наши глаза? Вот здесь. Сейчас мы их добудем. Быстро добывать. Что тут нам еще нужно? Давай в этот район вот это вот, вот это вот, слабость. Хотя нет. Хотя подожди. 70, да? Давай вот эту вот слабость. Мы сейчас здесь все решим, все проблемы сразу. Легенда достигла высшего уровня. Здесь сразу все. Сразу все. Сразу все потемнело у них в глазах. После такого. Так, это легенда. Сейчас четыре глазика. Что нам еще нужно добыть? Что нам нужно добыть? Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы просто поставим смертельные видеоигры. Сюда поставим. Дальше. Осквернители могил. Осквернители могил. Конечно. Стампроцентное мясо. Стампроцентное мясо. Осквернители. Ладно. Тут понаставил уже всего. Что надо, то что не надо. Осквернительные могилы надо было сюда ставить. Да ладно. Поставим сюда. Если что, изменим. Давай эссенцию здесь увеличим. Глобусов у нас нет. Поставить. Добывать. Слухи. Смертельные видеоигры. Морской цифровой гипноз. 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 Они все под гипнозом. Агрессия ребенка на день рождения закончилась госпитализацией пятерых детей. Двое из них в тяжелом состоянии. Вот как. Так. Глазик где? Глазик вот здесь. У нас в руках. Блин. Мне та карта не нужна. Хотя может быть она разовьется с этими слухами. Сейчас мы просто ее раскачаем. Может все и получится. Может все и получится. Ничего страшного. Итак. ЛСД в воде. Безумие. Терроризм. Терроризм. Конечно это. Это. Что это еще может быть? Все конкурента нет. Мы теперь людей просто запугиваем всеми страхами, которые можно. Они работают над этим планом еще с шестидесяток. Вся эта любовь, космическая энергия, чакры. На самом деле они хотят поработить мир. Блин, а мне чуть-чуть не хватит. Надо что-то будет поменять. Надо будет кого-то убрать. Надо будет куда-то поставить. Нехватка идет, нехватка. Не, ну этот район нам совсем не интересен, правильно? Ладно, добывай пока глазики. Может убрать этот отсюда? Просто вот здесь район никак не дотянет до страхов. Не дотянет. Давай-ка выберу. Блин, ничего себе, да? Может вот это убрать лучше? Было бы. Да, наверное, да. А легенды, возникшие из утопий. Блин, ладно. Тогда может быть что-то здесь? Великан из интернета. Нет, это я тоже не могу убрать. Здесь не распространится больше. Вот в чем беда. Так, морской, горючий, кухня, машинник, кожа, электричество. Цифровой. Цифровой, наверное. Слова родителей одного из пострадавших. Этот маленький дикарь как бы впал в транс. Он швырнул геймпайт, выпущил глаза и кинул со всех колотить. Ну, блин, это хорошо. Но я думаю, что они и без этого здесь справятся. Давай, я уберу это. Я уберу эту карту все-таки. И поставлю ее в другое место. Вот сюда. Потому что по-другому я не представляю, как я захвачу это все. Рептилия, Солнце, Правительство, Контрабанда, Дьявол, Энергия. Дьявол, наверное. У меня есть все для вызова. Ты участвуешь? Да, я думаю, что я должен. Наверное. Осквернение могилов. Кража, золото, подлодка, кража. Наверное, сразу идет. Полиция отмечает рост числа случаев вандализма на кладбище. Просто шок у людей творится. А мне нужно добывать эссенции. Быстренько что-нибудь добываем. Быстренько что-нибудь. Глазики у нас есть. Есть. Нам нужно что-то. Вот это добывай. Здесь нам, в принципе, уже ничего не надо. Надо было карту в другое место ставить. Слабость. Возможно. Возможно, нет. Возможно, мы еще сейчас... Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Вы получаете легенду. Вот. Давай. Если бы раньше эта легенда была. В общем, замечательно. Ну, кстати, это с болезнями связано. Она прям вот сюда хорошо встанет. А здесь мы потом сделаем что-нибудь? Ну, сейчас подождем и сделаем просквирительный могил. Добавим и все будет хорошо. Правильно же? Что там добывать? Что-то добывать будем или нет? Вот здесь еще, да? Что, здесь еще? Здесь еще нет? Хорошо. Великан из интернета. Фаза. Иностранец. Жидкость. Лекарства. Угол. Книга. Картон. Вирусный. Дети. Дети, наверное. Ну, наверное, здесь все. А здесь что? Тоже не дойти? 99. Хорошо. Сто процентное мясо. Череп, дерево, растения, дырка, желудок, зомби, зомби, слюна, пот, мутация. Не знаю, мутация, например. Нет. Ну, и не надо. И не надо. А потом он нашел в гамбургере крысиную косточку. Представляешь? Так, все. Район зашел, зашел. Зашел, зашел, зашел. У нас болото осталось. Болото мы сейчас тоже... Под себя подберем. Да, в принципе, мне уже ничего не надо. Мне уже ничего не надо. Я просто хочу вот это вот докачать до конца. Итак, оскоренение могил, международный призрак, кости, гигантский лоскут, здоровье, душа, мир иной. Кости. Детские шалости? Моя подруга обнаружила в местном ломбарде кольцо покойной бабушки. Его даже от земли не очистили. Откуда прилетели, вы что творите? Вас не должно здесь быть. Ладно, давай я запускаю быстро. Хотел все сразу запустить. Наш кандидат. Мы голосуем за Джимми Григора. Говорят избиратели региона. Наша страна. Наши правила. Ополщение Джимми. Наша страна. Наши правила. Вернем городу величие. Наша страна. Наши правила. Так, в процессе. В процессе. Надо дождаться. 199. Ролик крутится на всех онлайн платформах. Существует формула страха древняя, выберенная и неизменная. Кто знает и владеет ума человечества? Так, подожди. Я с вами сейчас разберусь быстро. Мне тут осталось-то чуть-чуть. Блин, ну че оно так трудно качается? Давай быстрее. Давай быстрее. Третий уровень. И что снять может быть отсюда эту? Мошенник поразит кожа электричества, наверное. Избыточная агрессивная сенсорная симуляция. Видеоргий полигон для потенциальных убийц. Осталось 0 жизней. Ну и я думаю, что вот это вот можно убрать отсюда все-таки. А вот сюда поставить. Так будет быстрей. Застрелил вы тремор. Следующий шаг. Овальный кабинет. Фух, ладно. Цель мы достигли. Вы разбудили зверя. Теперь этим городом правит страх. Поздравляю, мэр. Джимми Грир. Нью-Атена теперь в твоих руках. Итак, мы в конце твоего пути. Как я и предсказывала, все прошло быстро. Но машина закончила свою работу. И твое желание вот-вот исполнится. Мое желание? Нет, я никогда не хотел стать мэром и привести нашу страну к победе. Это была идея Дэна Брабека, но не мое желание. Конечно, нет. Погоди, дай вспомню, что там было. Ах да, твое желание было следующим. Кирлин, я хочу избавиться от дрожения рук. И хочу, чтобы у меня были таблетки на всю оставшуюся жизнь. Верно? Да. И должность мэра ничего мне не дала. От этого выиграл только Брабек и его дружки. И посмотри на мои руки. Они снова дрожат. Да слушай историю до конца, Джимми. Как ты и хотел, у тебя будут полные руки таблеток до самой смерти. Ну, если подумать, то да, мое желание можно понять и так. До самой смерти. Чего-то мне как-то это пугает, эти слова. Но когда ты говоришь, это звучит жутко. Серьезно, Кирлин, ты ведь пошутил? Кирлин, мне это не нравится, ты начинаешь меня пугать. Джимми, ты разжег пожар, видно, с Гейти и Нью де Атенью. Ты правда думаешь, что это останется без последствий? Стой, хватит. Я просто делал то, что говорил Брабек. И ты сама, может, обсудим все это спокойно? Нет, уже поздно, Джимми. А теперь заткнись и слушай, чем кончилась твоя история. Сейчас ты увидишь, как твои руки наконец перестанут дрожать. Кирлин, я же делал все, что ты просила. Они же меня убили. Я их породил, они же меня и убили. Рубкий, неудачник Джимми Грир был готов на все ради исполнения своего желания. Он был готов даже разбудить жуткого спящего зверя, способного сожрать его живьем. Слабая, безвольная марионетка, даже вся сила машины не смогла избавить его от участи жалкого неудачника. Не кажется, не каждый способен стать настоящим повелителем машины. Но его тремор перестанет быть проблемой. Этим рычагам нужны твердые руки. И Джимми Грир будет работать с нами до тех пор, пока его руки не станут такими. Иными словами, целую вечность. Не так ли, агент Джимми? Да, господин. Что до тебя, странник, машина страха в ног к твоим услугам. Ты знаешь, что делать, просто закрой глаза и загадай желание. И мы с вами, сами, тебя найдем. До встречи. Святые или грешники? Низкая, средняя, да что ж такое? Нету. Да может тяжелее не надо? Прям с Джимми был такой какой-то, не знаю, момент. Я думал, что что-то будет пойдет не так. Ну, вроде как бы все. Небольшая, конечно, сумятица там присутствовала. Ну, или большая. Но все равно мы победили. Но не победил Джимми. К сожалению. К сожалению, было что-то поздно для него менять. Вот так. И закончилась наша история. Ну, ладно. Спасибо, что смотрели. Пока-пока. До новых встреч. Пока.